Теперь путешествие через центр это проверка нервов водителей. Даже днем пробки на Ленина, Перенцона, Марковского, Мира и Винбаума. В часы пик встают брянские шахтеров, а все потому, что рабочие раскопали один из самых важных перекрестков Красноярска. На Ленина из пяти полос осталось две, на Перенцона из трех одна. По плану перекрытие продлится до 18 июня. Подрядчик здесь должен заменить трубы в тепловой камере, но красноярские водители требуют сделать все, чтобы сократить этот срок. Через перекрытый участок проходят почти все маршрутные автобусы, которые идут через центр. И как следствие, теперь ждать их на остановках дольше, время на маршруте увеличилось в полтора раза. Тепловую камеру здесь ремонтируют по заказу сибирской теплозвытовой компании. Иначе, никак, говорят, трубы ржавые, изношенные. Если их не поменять, зимой они могут лопнуть и оставить без отопления часть горожан. На месте работает подрядчик компания Кратер. Опыт у нее в этом деле большое. Говорят, трубы перекладывают с 90-х годов. Где-то есть возможности, чтобы... Ну, как бы ускоряемся. По возможности, возможно, закончим бы быстрее. А в чем сложность здесь, вот на этом участке, с этой тепловой камеры? Ну, сложность в том, что труба уже настолько изношена, что даже вот времянку варили, невозможно было привариться. В мэрии говорят, что согласовывали перекрытие с января, поскольку понимали важность этого перекрестка для всего города и не раз переносили сроки ремонта. Правда, за пять месяцев подготовиться к работам можно было и лучше. На месте до сих пор нет внятной схемы объезда, а информационный стенд еле заметен. Все пытаются сделать так, чтобы работы были сделаны в минимальные сроки. Но есть технология их производства. Например, бетон должен набирать прочность больше 20 дней. И этого никуда не уйдешь. То есть вот он должен набрать прочность, иначе если по нему поедут машины, весь ремонт может быть бесполезен. Несмотря на долгую подготовку и все старания, ремонт на этом участке может и затянуться, потому что реальное состояние подземных коммуникаций оказалось куда плачевнее, чем предполагалось. Подрядчик в ближайшее время обещает увеличить здесь зону перекрытия от перекрестка Спиренсона в сторону Винбаума еще несколько метров. Рабочие здесь выявили трубу, которая нуждается в срочной замене. И хоть на Ленина останется для движения все так же две полосы, но в любом случае в центре дорожная обстановка будет ухудшаться. И это далеко не последний сюрприз энергетиков летом. В этот раз они будут не только ремонтировать старые участки, но и переподключать жителей от малых котельных к ТЭЦ. Сибирская генерирующая компания приносит извинения красноярцам за неизбежные неудобства. Вот буквально с 8 утра 14 июня до 8 утра 13 августа будет полностью перекрыт проезд по улице Пролетарской из тут городка в сторону Свободного вдоль кладбища. Многие там срезали дорогу. Теплоэнергетики летом планируют переложить 60 километров труб. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Так что горожанам терпением лучше запастись. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК.